Продолжаю читать книгу Судей, семнадцатую главу. Был некто на горе Ефремовой именем Миха. Он сказал матери своей, — Тысяча сто сиклей серебра, которые у тебя взяты, и за которые ты при мне изрекла проклятие, — это серебро у меня, я взял его. Мать его сказала, — Благословен сын мой у Господа. И возвратил он матери своей тысячу сто сиклей серебра. И сказала мать его, — Это серебро я от себя посвятила Господу для сына моего, чтобы сделать из него истукан, элитый кумир, и так отдаю оное тебе. Но он возвратил серебро матери своей. Мать его взяла двести сиклей серебра и отдала их плавильщику. Он сделал из них истукан, элитый кумир, который и находился в доме Михи. И был у Михи дом Божий, и сделал он Ефод и Терафим, и посвятил одного из сыновей своих, чтобы он был у него священником. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Один юноша из Вифлеема Иудейского, из колена Иудина, левит, тогда жил там. Этот человек пошел из города Вифлеема Иудейского, чтобы пожить, где случится. И, идя дорогою, пришел на гору Ефремову к дому Михи. И сказал ему Миха, — Откуда ты идешь? Он сказал ему, — Я левит из Вифлеема Иудейского, и иду пожить, где случится. И сказал ему Миха, — Останься у меня и будь у меня отцом и священником. Я буду давать тебе по десять сиклей серебра в год, потребные одеяния и пропитание. Левит пошел к нему, и согласился левит остаться у этого человека, и был юноша у него, как один из сыновей его. Миха посвятил левита, и этот юноша был у него священником и жил в доме у Михи. И сказал Миха, — Теперь я знаю, что Господь будет мне благотворить, потому что левит у меня священником.